Всем привет! В этом видео я хочу показать свой любимый рецепт творожной запеканки с манкой. Он очень полезный и очень простой в приготовлении. И самое главное, что по этому рецепту можно спокойно давать детишкам запеканочку, потому что там нет ничего вредного. Итак, давайте покажу, как же все это готовится. Из ингредиентов вам потребуется творог, изюм, яйца, ванильный сахар, манка, сахар. По количеству ингредиентов я, как всегда, укажу под видео. Также вместо изюма вы можете использовать любые сухофрукты. Например, с курагой тоже очень вкусно. Но мне нравится именно с изюмом. И сметану, и ягоды свежие или замороженные я использую уже для готовой запеканки. Мне кажется, это идеальное сочетание. Также я использую обязательно бумагу для выпечки. Если у вас бумаги для выпечки нету, то форму для запекания вы можете смазать просто растительным маслом. Но мне кажется, что с бумагой для выпечки полезнее немножко получается. Итак, давайте покажу, как же все это готовится. Субтитры сделал DimaTorzok Я взбила 2 яйца, добавила 2 столовые ложки манной крупы, добавила около 1 столовой ложки ванильного сахара, 3 столовые ложки обычного сахара. После этого добавила творог, добавила изюм ошпаренный кипятком. Все тщательно перемешала до вот такой вот однородной консистенции. В принципе, все готово. По сахару, конечно, смотрите индивидуально. Кто-то любит более сладкую запеканку, кто-то менее сладкую, поэтому смотрите сами. И теперь все это будем выкладывать в нашу форму для запекания. Я выложила в нашу творожную массу форму для запекания и где-то при 180 градусах в течение получаса запекаем. Но опять-таки у всех духовки разные, поэтому смотрите по готовности. Как только наша запеканка станет красивого, золотистого, аппетитного оттенка, она готова. Я достала нашу запеканку из духовки, пахнет просто необыкновенно. Теперь необходимо ее остудить, потому что в холодном виде она намного вкуснее. Запеканка уже у меня остудилась, Алиночке уже не терпится. Сидит прямо ням-ням-ням, говорит. Вкусно ням-ням, да, Алиночка? Сейчас мамочка сделает тебе сметанку сверху и клубнички я тебе положу. Будет вкусно, да? Вот такая красота у нас получилась. Девочки, я какое-то время назад делала запеканку без манки, но именно манка придает запеканке воздушность, поэтому делайте с ней. Этот рецепт с пошаговыми фотографиями приготовления есть на моем сайте kukrum.com Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok